Кто бы что ни говорил, но ХС с каждым годом действительно становится более доступным для широкой массы новичков. Лента наград, после её переработки естественно, большее количество всевозможных акций, дропсов, внутриигровых ивентов и прочей халявы. Всё дошло до того, что заветный ранг легенды в Харстоуне при должном желании и опыте можно взять за неделю на абсолютно новом свежем аккаунте. Плейлист с моей фритуплей легендой в качестве пруфов прикрепляю справа сверху. Но справедливости ради, даже с таким объёмом халявы, вместо того, чтобы облегчить порог вхождения в игру, у новичков появляется всё больше вопросов. И самый частый вопрос, это какую колоду новичка мне выбрать? Привет лагят! Я прошёл, либо пропустил курс новичка, и теперь мне предлагают одну из шести колод на выбор. Какую мне взять? Играю всего неделю и не понимаю, как лучше поступить. Само собой, сразу понять, какая колода подходит под ваш игровой стиль, какая из них пригодится вам в будущем, какую из них можно будет прокачать до её эталонной версии и какая из них вам не надоест, понять сразу почти невозможно. Особенно для человека, который знаком с ХСом всего неделю. И именно для этого сегодняшнее введение для новичков и создано. Сегодня мы с вами разберём все шесть колод, которые предлагают новичкам, и выясним, что из себя представляет каждая из них. Где Близзард хотят вас заскамить, а где мы сможем заскамить их в ответ. Если данный ролик окажется для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. А за микрофоном как всегда плагиат, и мы начинаем. Здравствуйте, это CEO магазина PlugShop, и я к вам пришёл с замечательными новостями. Первое, это, конечно же, новый БПшник для Пали Сражений. Четвёртый сезон Пали Сражений вышел уже 9 мая, бегите за своим БПшниками, если вы ещё не купили, цены замечательные. Ещё одно обновление у нас в магазине касается рунических камней. Если что, мы на время конкретно снизили стоимость рунических камней. Почему, спросите вы, это ж невыгодно. Всё дело в том, что прямо сейчас через нас можно будет приобрести новые аккаунты с регионами, которые позволяют пополнять рунические камни. И также, в качестве приятного бонуса, если вы будете впервые пополнять через нас рунические камни, то вместе с этим мы будем дарить вам один такой аккаунт. Всё это сделано для того, чтобы облегчить вам возвращение в игру, если вы не особо хотели развивать свой старый аккаунт. Из обновлений для ладера со вкусными предложениями в магазин вернули золотой стандартный пакет, золотой мини-пакет и обычный стандартный пакет. Предложения довольно выгодные, халявные легендарки и халявные паки. И впервые за всю историю у нас появился первый 3D-скин на продажу. Это новый легендарный скин МС Брис Катрон на Разбойницу. Так что, если вы захотите кайфануть и разбавить свою коллекцию 3D-скином, пожалуйста, ссылка в описании. Уже сотни, двухсотни, трехсотни отзывов. Гарант прямо перед вами, в плагшопе точно не обманут. И приятные условия для тех, кто уже совершал у нас покупки. Если оператор уже у вас в друзьях, то вы сможете получить товар подарком без ожидания трех дней. Просто напишите об этом при оформлении заказа. Ссылка на мой магазин, ты сможешь найти в описании. Приятных покупок, ну а мы переходим к ролику. Разбирать колоды мы будем по нескольким пунктам. Первый – это общая стоимость по пыли и количество пыли, которое мы сможем изъять из колоды, распылив неиграбельные в нынешней мете карты. Второй – это количество пыли, нужное для прокачки колоды до ее эталонной версии в нынешней мете, если такова и имеется. Третий – это общая играбельность колоды. Вне зависимости от того, говорим мы о ее эталонной версии, либо версии для новичков. И вместе с этим мы также не забудем о пороге понимания геймплея. Начнем мы с колоды «Звери глубин на ханта». Общая ее стоимость – 9520 пыли. Если мы сразу распылим ненужные карты, мы сможем получить 500 пыли, так как ненасытный пожиратель и адвокат Натанос в этой мете не используются. Остальные карты в колоде я бы не трогал с расчетом на будущее, так как они широко используются во всевозможных сборках Охотника. Эталонной сборкой, к которой можно стремиться игрокам сейчас, я бы назвал гибрид ханта за 14 тысяч пыли. Сразу оговорюсь, что выбирал эталонные сборки по винрейту, а не по стоимости. Эта сборка, очевидно, является супердорогой и, соответственно, невыгодной для новичков. Куда логичнее будет потратить пыль на карты другого класса. Вместо того, чтобы пытаться собрать неметового эталонного ханта, слив на него очень много лишних ресурсов. Грубо говоря, цель не оправдывает средства. Однако, если вы все-таки решитесь собрать эталон, вам понадобятся паки Лича, Нафрия и Фестивали Легенд. Вердикт? Колода Охотника Звери Глубин не рекомендуется. Дека номер 2 и это мощь тайны магии мага. Общая стоимость – 7180 пыли. Если мы сразу распылим ненужные карты, сможем получить 400 пыли, так как Вексалиус, как с момента своего выхода, так и сейчас, абсолютно не играет. Остальные карты, которые предлагают вместе с этой колодой, я бы не трогал, так как они могут пригодиться при сборке любой другой деки мага. Эталонной сборкой этого мага на данный момент считается Костян Маг за 14500 пыли. Здесь я также мог бы предложить Нага Мага, который будет куда дешевле. Но его винрейт в этой мете в последнее время ставится под вопрос, не говоря уже о пороге понимания этой колоды. Эталонная сборка мага является еще более невыгодной для крафта в сравнении с вариантом сборок на Охотника, поэтому я, очевидно, не буду это рекомендовать. Однако, если вы все же захотите собрать супермага, который, к слову, сейчас показывает средний результат, то для крафта вам лучше всего закупиться паками Лича, Нафрия и Фестиваля. Вердикт – колода мага мощь тайной магии крайне не рекомендуется. Следующая колода и, наконец-то, хорошие новости, и это легендарное приглашение Паладина. Приглашение поистине легендарное. Общая стоимость колоды выходит в 8000 пыли. Если мы захотим распылить ненужные карты, то выйдет халявная сотка, так как Кровавый Крестоносец сейчас почти перестал играть. Остальные карты из этой колоды нам трогать не нужно, так как они выглядят просто замечательно и на данный момент играют в мете только так. Для сборки эталонной колоды Паладина и нынешней Меты нам потребуется скрафтить всего одну легендарную карту, а именно Котори, и пару карт из Фестиваля Легенд. Собирать мы будем одну из лучших Декладера, а именно Чистого Паладина. Это может показаться вам забавным, но эталонная сборка Паладина стоит дешевле предложенной новичкам, а именно 7680 пыли против 8000. Несмотря на стоимость, предложенная колода Паладина содержит в себе подавляющее количество сильных и, главное, играбельных карт, и требует совсем небольших усилий и ресурсов для сборки своей эталонной версии. Не говоря уже о простоте освоения, ведь относится она к темпу-архетипу. Вердикт? Колода Паладина Легендарное Приглашение – один из лучших выборов, которые вы сможете сделать. Идем дальше, и это класс разбойницы с колодой Джекпот. И знайте, эта дека действительно может считаться за хороший такой Джекпот. Общая стоимость составляет 9040 пыли. Если мы захотим что-то пылить, этого делать не стоит. Все карты в этой колоде либо играются в эталонной сборке, либо являются сильными в вакууме. Поэтому на будущее лучше всего каждую карточку из этой деки оставить в коллекции. Для эталонной сборки этой разбойницы, а именно Миракл Роги, от нас требуется лишь заменить пару карт похуже на несколько редких и обычных картинок из замка Нафре. И все. Считайте лучшая колода меты уже у вас в руках. Я не шучу. Миракл Разбойница, доступ к которой может получить любой новичок уже через неделю игры в стандартный Хардстоун, на данный момент является одной из лидеров меты. Однако у колоды есть свои подводные камни, а именно порог вхождения. Да-да, мы только что обсуждали порог вхождения в игру, а теперь переключаемся на порог понимания колоды. Дело в том, что Миракл Разбойницу нельзя назвать лучшей колодой для новичков в связи со сложностью ее освоения. С учетом большого количества случайных эффектов, рандома и синергии, которые освоить сразу будет тяжеловато, эта колода в неумелых руках может показать результат совсем не тот, который вы можете ожидать. Поэтому хоть Миракл Рогой в этом сезоне я попытаюсь вернуть топ 200 Европы, я все же поставлю ее чуть ниже паладина в своем списке рекомендаций. Вердикт? Колода Разбойницы Джекпот один из лучших выборов. Однако для достойного результата она требует хорошей наигровки и игрового опыта. Переходим к следующей колоде, и это Бесконечная Сила Чернокнижника. Общая стоимость деки составляет 7220 пыли. Если мы захотим пылить ненужные карты, я бы советовал этого не делать. Так как хоть прямо сейчас Чернокнижники и не блещут высоким винрейтом, эта сборка идет неплохо. И что самое интересное, ее эталонная сборка, которую я мог бы порекомендовать, не отличается от предложенной. Это один в один Бесконечная Сила. По большому счету, я бы посоветовал эту колоду только самым ярым фанатам Чернокнижника, которые будут готовы закрыть глаза на поражение, так как эта сборка лока сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Вердикт? Колода Чернокнижника Бесконечная Сила не рекомендуется, так как является неметовой. И последняя колода на выбор – это Воин, и его сборка Познай Боль. Общая стоимость – 8800 пыли. Если мы захотим распылить неиграбельные в этой мете карты, то сможем получить 600 пыли с Нелли и Защитников Ярости Солнца. По поводу эталонных сборок ситуация сейчас обстоит следующим образом. Их нет. Да, сейчас мета повернулась к Воинам совсем не лицом, а другим местом. Поэтому с Воином и его сборкой Познай Боль у нас разговор короткий. Не берем ни в коем случае. Вердикт? Колода Воина Познай Боль – самая слабая из предложенных колод по всем параметрам моего топа. Что ж, ребят, ну а на этом очередная часть введения для новичков подходит к концу. Надеюсь, что после просмотра данного ролика вам станет куда легче определиться с тем, какую колоду для новичков выбрать. Если у вас все еще остались вопросы, не стесняйтесь задать их в комментариях, либо на стримах, которые проходят почти каждый вечер. Ну а на этом у меня все. Если ролик вам понравился и оказался полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном был, как всегда, Плагиат. Удачи вам в ладере и до скорых встреч.